Сделано в Вятке Сделано в Вятке Сделано в Вятке Научно-исследовательским сектором Кировского областного краеведческого музея В общем, историк тоже, специалист как раз по этим темам Павел, добрый день Ну, тут, видимо, Евгений Альбертович Сегодня тоже будет какие-то вопросы, может быть, подкидывать Для обсуждения Дискуссионные какие-то вещи Ну, вот Я тоже выпускник исторического факультета Не первый раз уже об этом говорю И как-то принято было считать Что всегда нам говорили, что основные события революционные Они всегда в столице Происходили А в глубинке В том числе у нас В Вятке Ну, это все с запозданием приходило И менее как-то активно Да, Павел? Все таки есть? Эта точка зрения, она сохраняется? В какой-то степени она, конечно Имеет право на существование Но нужно понимать, что Да, события происходили с запозданием Ну, давайте вот как раз Вот, например, да Про февраль известно, что Революционные события основные Начались в Петрограде 21-23 февраля С выступлением Петроградских рабочих И Переросло уже Затем настоящую революцию И в дальнейшем Привело к отречению Николая Второго В Вятской губернии Матильда, кстати, вчера вышла Тоже перекликается Дверь разбили Один сумасшедший нашелся Ну, хорошо, не будем Для города достаточно Так вот Актуальность темы еще раз Подчеркну сегодняшней Но здесь можно сказать Что довольно быстро слухи до нас дошли Нужно понимать, что Вятка Это крупный железнодорожный узел Ну, существовало телеграфное сообщение И первые слухи О революционных событиях В Петрограде Стали доходить до Вятки Уже 25 февраля И Но они не были Никак Не подтверждены Не опровержены Вскоре 27 февраля А какого рода слухи-то, кстати? Что там? А слухи, что что-то заварилось Что что-то произошло Да, что-то заварилось Кто там куда-то восстал и пошел Ну, о выступлениях Ну, знаете Еще нужно учитывать Вятский менталитет Мы склонны там усугублять Или приукрашивать Ну, какие-то точных данных у нас нет Потому что источников не так К сожалению, много Но известно, что были какие-то слухи Но город не бурлил еще Нет, нет, что вы Вообще Вятская губерния была довольно спокойная Если не считать там Ижевских заводов Которые некоторые были в выступлении В январе и феврале И 27-го Ну, стало уже понятно Что-то не то Потому что телеграфное сообщение Было прервано С Петроградом А это означало, что Что-то серьезное И первые телеграммы О революционных событиях То есть О свержении В первую очередь правительства И образовании Исполкома Государственной Думы Стали поступать Вятку 1 марта И Они, естественно Дошли до Нашего губернатора Николая Андреевича Руднева Но он Так как больше ничего Дополнительного не было Ну, можно сказать Положил их под супно Не поверил? Да нет, почему не поверил? Ну, представьте А вось пройдет Забудут Ну, возможно Ну, понимаете Что подобные сообщения Могли действительно Привести Ну, иметь эффект Разобор Бомбы, да Еще в памяти были события 905 года Погромы Бомбы И не следовало бы Чтобы все повторить Ну, я подчеркиваю 1 марта Пришли сообщения О свержении правительства А вот в каких формулировках Это доносилось? Какие слова звучали именно? Свержение Звучало свержение? Да, конечно Восстание Да, произошло восстание Образовался Исполнительный комитет Государственной думы Который берет власть В свои руки В общем Пока об отречении Николая Второго И Опять же По телеграфным лентам Дошли до Нашей Одной из основных Либеральных газет Вятской Вятской речи Хотели опубликовать Но пришли полицейские И запретили их Публиковать Утром 2 марта Мотивируя тем Что нет разрешения Губернатора То есть на тот момент Довольно узкая группа людей Знала, да? Да, да И опять же по слухам Потому что надо понимать Что было довольно Большое движение Из Петрограда В том числе И люди Сообщали Ну из Петрограда Там около Двух-трех суток Ехать И говорили Что вот Так подобные события Но в конечном итоге 2 марта же Экстренный выпуск Газет Вышел Где были опубликованы Данные телеграммы Но в телеграммах Сообщалось только О свержении правительства То есть Ну Это уже Конечно Большой Эффект Произвело И Многие понимали Что Ну этим Не закончится И действительно Да Вскоре уже Стало известно О свержении Отречении Отречении Николая Второго И интересно Что у нас В это время Заседала Городская дума И Сохранились Протоколы Заседаний Где они говорили Что Со дня Точнее Даже С минуты На минуту Должен прийти Манифест Нового Государя Очень волновало В общем Происходящее Да Думали Что Михаил Александрович Придет Но Это конечно Привело К тому Что Началось Некоторое Бражение Среди войск Ну сами Понимаете Что Вятского гарнизона Да Вятского гарнизона У нас В городе Находился Довольно крупный 106 Запасной Пехотный полк По некоторым данным До 10 тысяч человек Представляете Это очень солидное Формирование Потому что У нас в городе Около 40 тысяч человек Всего жило И Сами понимаете Что В подобной Ситуации Человек с ружьем Играют Очень и очень Большую роль И Опять же Шла война Поражение И В это время Уже кстати Попытались Большевики Несколько Что удивительно Кстати У нас большевиков Проявить себя Проявить себя У нас В принципе Большевиков Это было там Пару-тройку Десятков В то время Почти в трехмиллионной Губернии Но был Будущим Знаменитый Историк Профессор Кучкин И он попытался Эту Ситуацию Взять В свой оборот И Использовать Использовать Да Ну маленькое Такое Мини-восстание Против офицеров Но офицеры Сами Увидев Что Губернатор Довольно Спокойно Отнесся К этому К образованию Затем уже Временного Правительства То Сами Сказали Пожалуйста Выходите Вышли на плац У загородного Сада Помитинговали И Кучкуну не удалось Как-то Забегая немножко Вперед Руднев скоро Сложит полно Вот если дословно Цитировать Лидер Большевиков Тогдашнего времени Михаил Попов Вот в честь Которого улица Названа Не путайте Не в честь Изобретателя радио А в честь Вот именно Этого Попова Вот я вчера Прочитал Он цитировал Спрашивает Сколь рабочих Вят 500 человек Сколь верных Большевиков Ну человек 20 Вот подумайте Город 40 тысяч 20 Большевиков Мел Стремис Партия Безъявных Лидеров Говорят что Революцию Делали землемеры Действительно Были недоучившиеся Землемеры Люди Сомнительного Происхождения Даже Потом оказались Революция Октябрьскую уже имеем Дувшие полицейские Вот И вот 40 человек Никак не могли Расшатать Ситуацию В городе Но слухи упали На благодатную почву Потому что Шла война Был дефицит Дефицит товаров Дефицит продуктов Люди страдались Из-за происходящего Люди были недовольны Затянувшейся войной Слухи Попали Вот именно В тот момент Когда уже война Была неактуальна Когда Действительно Люди устали К тому же Была масса Которая Почувствовавшая Переменные Уголовного Полууголовного Элемента Различные Политические Партии Которые решили Использовать В своей Ситуации Для своей выгоды Эту ситуацию И поэтому Наложилось С одной стороны Страх Невосприятия Непонимания А с другой стороны Эйфория От грядущих Перемен Вот Но это не была Поддержка Большевизма Это был Общий революционный Дух Когда выходили И гимназисты И преподаватели И даже Священнослужители С красными Бантами И все кричали Ура Ура Свобода Свобода И вот Дальше Это тогда Уже появилась Свобода Ранимства Братства В феврале Хотел сказать Что изучая Источники Именно источники Того времени То есть документы Удивляет То Единство Абсолютно Практически Всех Слоев Населения В безумной Поистине Радости По Как тогда Говорили Свержению Самодержавие К отходу От старых Люди Поздравляли Друг друга Одно из Самодержства Не существует Одно из Таких Рестоматийных Примеров Это праздник Революции Который Прошел Вообще Повсеместно По всей Стране У нас В губернатском Городе 12 марта 12 марта И По некоторым данным В нем Участвовал Около 30 тысяч Человек Представьте 40 тысяч Напоминаем При 40 Тысячном Населении Примерно При 40 Тысячах Жителей Вятки И вот Как раз Если Интересны Лозунги Свобода Равенства И братства Это Да здравствует Учредительное Собрание Напомню Что Именно Учредительное Собрание Почему Правительство Временным Называлось Потому что Ждали Легитимных Выборов Да Все Все было Временное В то Время Да Мы не Сказали Что Руднев Как раз Губернатор 6 марта Передал Власть Председателю Губернской Земской Управы Панькову И В документе Писало Что Временно Передает Временно Да Уехал Руднев Сразу Уехал Да Конечно Хотя Он В либеральных Наших Кругах Которые В принципе Захватили Власть В марте Месяц Пользовался Большим Авторитетом Известно Одно из заседаний Губернского Земского Собрания Где Довольно Лесные отзывы Ему давались Говоря Что это Одним Из самых Лучших Губернаторов За последнее Время Мы видим Что он В принципе Не допустил Скорее всего Вот каких-то Эксессов Выступлений Таких Да Конечно Не допустил Крови Там в том числе Да И Кровопролитие Вот как раз 12 марта Известно Что Почти весь город Собрался На кафедральной площади Это район Современный Стадион Динамо Затем Пошли По улице Московской По улице Владимирской Это Карла Маркса Потом по улице Кукарской Это Улица Современной Красноармейской Вышни На Александровской Александровской Площадь Это Большой Очень Квартал Район Современного Парка Гагарина Филармония И так далее И Люди Действительно Были Счастливы Вот не могу Избавиться От впечатления Что все это Повторялось Эйфория В обществе Эйфория Митинги Огромные Демонстрации Площади Людей Все это Было Было И на моих Глазах Все это Повторялось В 91 Году Когда В меньшей степени Заканчивал Своё существование Советский Союз У меня Ассоциации Что В определенной Степени Примерно Ну народ Не меняется Народ Он такой Есть Все Остается Павел Я предлагаю Немножко Ускоряться Потому что У нас 20 минут А нам Еще Октябрьскую Нужно Затронуть Ну еще Вот один Момент Интересный Вроде бы Только что Все любили Царя Но тут же 7 марта Представляете 7 марта Во всех учреждениях Были сняты портреты Императоров Абсолютно Уже 7 марта Кроме Портрета Александра Второго Потому что Ну как Освободителя И Это практически Не встретило Никакого сопротивления Но известно Что в одном Из лазаретов Сестра Милосердия Сказала Что не буду Я снимать А когда Будет Мое дежурство Я повешу Этот портрет Николая Второго Нашего государя Так Солдаты Пожаловались И в итоге Сестру Милосердия Увалили А потом Самые хитрые Переворачивали Я помню В фильме Каком-то Был Ленин И императоры Чья власть Зависимость В кабинете Тоже особенность Да я думаю Сейчас Будет момент Портрета Если заворуж И так далее В марте В последующем месяце У нас тут Преобразования Тоже шли Конечно Конечно Давайте основные моменты Напомним Ну вот Основные моменты На предприятиях Там и так далее Преобразования Главным образом Заключались в том Вот как раз Мы сказали в марте Что власть Перешла Ну земским Органом А затем Вот в чем Ну как говорили Порочность Была в той системе Знаешь Что представьте За такой маленький Примежуток времени Маленькая Ну Можно сказать Кучка большевиков Потом захватила власть Было очень много Обещаний Что да Мы Возможно Дадим землю Мы возможно Решим Продовольственный вопрос Ведем Рабочий контроль Это мы говорим Об обещаниях Сочей Временного правительства Обещаний Соответственно Губернского комиссара Да То есть Который Представлял власть Временного правительства Ну К сожалению Очень много Оставалось Как раз На этом уровне Обещаний А Население Было Действительно Очень устало От войны Надо понимать Что воевали Уже почти Три года Страшная Была Продовольственная Ситуация Еще царское правительство Вело Разверстку Вело Карточную систему Вот например На сахар Сухой закон Тот же самый И Многие Ключевые Вопросы Они просто Не получали Развития Но В то же время Не надо в другую Краинность Входить Были изменения Какие Ну например В некоторых Предприятиях Водился Долгожданный Восьмичасовой Рабочий день Вместо Одиннадцати С половин Часовой Который По закону Был Не часто Но опять же Не везде Одиннадцать Работали Потому что Часов Потому что Война была Как раз Нет Нет Он был Введен В конце Девятнадцатого Века И то Преподносилось Как завоевание Одиннадцать С половиной Часов Да А знаем Что один Из главных Лозунгов Революции Пятого Года Было введение Восьмичасового Рабочего дня Как раз Мы многие Как раз Работаем Не понимая Что это Действительно Завоевание Обогренную Кровью Важнейший Вопрос Был Вопрос О земле Особенно Вятки 96% Населения Это крестьяне Почти Трехмиллионное Население Два миллиона Восемьсот То есть Необходимо Было Отдавать Или по крайней Мере Как просили Крестьяне Землю Тем Кто ее Обрабатывает От помещиков Несмотря на то Что более 50 лет Как было отменено Крепостное право От церкви И так далее И так далее Этого не происходило И это Кстати Приводило К тому Чем ближе К осени Тем больше Было Анархических Тенденций То есть Если Люди переставали Уже верить Этим обещаниям Временного Правительства Не совсем так Очень хорошо И наглядно Показан Фильм По пьесе Шварца Убить дракона Помните Свобода Свобода А понятие Свобода Это берет булыжник И в голову Городовому Тут же его бросают Вот тот же самый То есть Этому Верховному Совету По управлению Губернии Власть После губернатора Называлась Приходилось Столкнуться с тем Что И христианс И мятежи В губернии И здесь Выступление Алиментов Особенно Вот я замечу Что под осень Пьяные погромы В том числе Солдаты Вот огромная Бездействующая Толпа людей Вооруженных Которым нечем Заняться И которых Не демобилизует Не принимает решения Пьяные погромы Солдат В Перми В Сарапуля И вот такой момент Который даже Называли пьяной Вятской революцией 11 ноября Уже Семнадцатого Года Вот совет Очень забежали Вперед Вынуждены были Боясь пьяных погромов Выпустить спирт Из Резервуаров Складов Склады На территории Завода Рин Нынешнего Или вчерашнего И вот этот спирт Он Бежал По Трубе В овраг Но не учли то Что вятка Уже замерзла Осень была ранняя И в районе Вот нынешней Лодочной станции Образовалась Огромное спиртовое озеро Длиной чуть ли не Две версты Вот с утра Это в 7-8 утра Первые люди Обнаружили спирт Наветка И в итоге Шевеление по городу И практически Все ломанулись С бидонами Фляжками Просто Пить Горстями Черпы Все кто мог Власти уже Часам 11 Осознали ситуацию Пытались Поставить оцепление Выливали Вылили две боч И дегтя Вылили видимо Что-то из Асценизационного Обоза Чтобы отбить охоту И желание Да Тем не менее Город перепился И потом обвинили Верховный совет В умышленном спаивании Населения С целью Беспорядков Хотя Цель была Изначально другая Вот это Пожалуй Одно из самых Изначимых событий Ушли Вперед Давайте все таки Еще пройдемся До рекламы В течении 3-4 минут Какие-то основные Процессы Которые предшествовали Октябрю напомним Или мы все уже Так описали Ну вот как раз Нужно понимать Люди разочаровывались Разочаровывались Временное правительство Да И соответственно Губернские комиссары Нашей власти Вятского губерния Того периода Ждали Учредительное Собрание Которое должно было решить Все вопросы Что проставило По своим местам Да Первоначально Учредительное собрание Хотели созвать В сентябре Затем в октябре Затем вообще На ноябрь Все Перенесли И позже А людям то нужно было Уже сейчас Решение Сейчас Потому что После вот этого Этой весны Опьяняющей Поняли что Ну да Ну нет Царя Хотя не факт Что учредительное собрание Могло Ну так И монарха поставить Ну это так Не стало и полиции Не стало и городовых На улицах Поэтому была создана Дружина по охране В которой вышли Учащиеся И интеллиенты Но они не могли Противостоять Нарастающим Беспрятствам Почему потом Милиция была создана Всего пару дней Всего было Ну рабочие не входили Они говорили А нам нечего охранять Вот поэтому Не шли Особенно в дружину Вот эти Бесконечные обещания Привели к тому Что люди Сами стали Решать Это Рост Запастовочные движения Это Рост числа погромов То есть Ну во многом Геометрическая прогрессия Стала увеличиваться Летом Осенью То есть люди Просто собирались И шли Конечно Крестьяне например Хулиганить Мародерствовать Ну как хулиганить Ну я мягко говоря Хулиганить Ну да То есть допустим Ну лес Да Нужен лес Раньше Ну пойдем Помещичи Вырубим Нужное сено Пойдем потравим И так далее Вот это Вроде бы мелочи Но они Слагались В один В один Очень большой ком Противоречия Которая сложилась Конечно Дозадолго До 17-го года Народный кулак Сжимался Да И это все Было Очень выпукло Плюс Против кого Сжимался Неизвестно Против Неопределенности А тогда уже было ясно Против кого Против чего Против конкретных людей Это не было движение За большевизм Это вот было просто Недовольство Вообще Ну нет Про большевиков Тогда вообще Никто не было И непонятно было Куда во что это вылез И кто попытается Это была мелкая экстремистская партия СССР были гораздо более популярны Была масса партий Да Кстати Напомним Давайте в вятке Политическое пространство Кто тогда были СССР Игроки на этом поле СССР В первую очередь Это СССР Если мы говорим О верхушке Это СССР Меньшевики Энессы То есть Народно-социалистическая Трудовая партия И немного кадетов Там Огнев Юмашев То есть Это знаменитые люди Которые были на слуху Но в первую очередь Это конечно СССР Неонародники В крестьянской губернии Это естественно Их платформа Так сказать Их база Да Да Ну Как и повсеместно Где-то Уже к осени Все больше и больше Стало появляться Большевиков После корниловского Мятежа И после того Как люди Совсем уж стали Недовольны Стало больше Агитаторов Но все равно Их стало Их было Очень-очень мало Достаточно сказать Что у нас даже Вятской губернии Не было Своей организации Большевистской Свои ячейки местные Ну ячейки были Маленькие Там Ну самый крупный Ижевский завод 750 человек Как сейчас отделят Региональное отделение Как сейчас говорят Не-не-не Первая Ну знаменитая Губернская конференция Большевиков РСД РПБ Произошла В начале октября В Народном доме Да Это вот Коммерческий переволок Сейчас И вот Только тогда В начале октября Была создана Небольшая Губернская Организация И интересно Что Губком Стал базироваться В Глазове Не в Вятке Там Три человека Было Во главе С Иваном Васильевичем Поповым Все-таки Улица Попова Названа В честь Ивана Васильевича Попова Улица Ивана Попова Не Михаила Да Не Михаила То есть Власть Переехала Просто Нет Это не власть Это еще Начало октября Это просто Вот одна из Политических партий Которая Стремительно Набирала Популярность Правда Не у нас А в центре Вот пытались Как-то Организоваться Тут очень много Проблем Много Можно говорить Но Один из самых Активных Большевиков В того периода Наверное На слуху Вера Зубарева Молодая студентка Она уехала Учиться Просто в Харьков И другие тоже И не осталось Грамотных людей Просто большевики Не выдерживали Полемики Например Представьте Там СР Многие были Ну если не с высшим То средним образованием Люди грамотные Ну или То же самое Капустин Петр Один из первых Наших большевиков Это ученик Реального училища Ну который Там К сожалению К счастью Кому как угодно Не выдерживал Давайте сделаем Небольшую Сейчас паузу У нас реклама Запланирована И уже ближе К событиям Октября 1917 года В Вятке вернемся Даже не на один эфир Тема Я понимаю Ну давайте Хотя бы обзорную Какую-то вещь сделаем А потом Можем начать Заглубляться Конечно же И так реклама Сделано в Вятке Евгений Питунин Трех ночи В интернете Запросов Практически нет Ну вот То что удалось найти Я принес Две книж И на мой взгляд Одно из самых Монументальных Исследований Это Юрий Тимкин Смутное время Навят Вот в 98 году Вышла книга Но практически Сейчас все ссылки Битые Удалось найти Плохой скан И книга Которая выходила Очень маленьким тиражом В 91 году Это Записки Участник События Владимира Матвеева Называется Разгон Савнаркома Савнаркома Это первый Большевицкий орган Здесь у нас На Вятке После революции И так Октябрь 1917 Вятка Когда большевики Уже пытаются Организоваться Более-менее Да? Возвращаемся Давайте уже К этому переходим Здесь Если Сумасшествует Очень мало времени Ну значит Октябрьская революция 25 октября Победа 25 я напомню По старому стилю Да-да-да По юлианскому календарю В Петрограде Естественно Очень быстро Дошли До нас Эти сведения В это время Вятке заседала 59 сессия Губернского земства И вот как раз Во время Этой сессии Было решено Образовать совет По управлению Губернией Верховным Он стал позже В конце ноября Обратного Обратной связи Естественно И Основная Цель Как вы сейчас Ну как я понимаю Вот Совета И затем Верховного Совета По управлению Губернией Было дождаться Учредительного Собрания Дождаться Когда Большевиков Скинут В Петрограде Потому что Стойко было Убеждение Что большевики Это маленькая Кучка заговорщиков Которых Очень быстро Так сметут Думаю Думаю Что еще и не дремали В это время Несерьезно Развили бурную деятельность Начались погромы Говорили Очень большой был погром 10 ноября В Сараполь 11 у нас Что-то попытались Пьяная вятка Ничего не получилось И 12 ноября Это очень важная дата У нас был создан Военно-революционный комитет И стали Прибывать большевики Из Петрограда Вот Анцелович Член ВРК Петроградского И в конце октября Прибыл С Урала С Пунды Ну не только В нашу губернию Они вообще по стране начали Да-да-да Конечно Вот в те районы Миссия свою В которых большевиков Было довольно мало И Началась Уже Просто Ураганная Большевизация Советов В целом И по губернии И у нас В городе И Известно Время мало Но вот 25 ноября Опять же В народном Доме Произошел Съезд Советов На которых была Провозглашена Советская власть Как раз Комиссаром Анцеловичем Но одно дело Провозгласить Все что угодно Можно было Провозгласить Как это воплотить Воплотить было Очень сложно Тут же Был создан Статичный Комитет Который Произвивал Вообще работу Всего губернского Центра Но Опять же Прибывали И в том числе Войска Летучие отряды Мы говорили Что человек С ружьем Очень важную роль Играл И вот Прибыли здесь У нас Матросы Кстати До этого Еще Землячу Вятскому В Кронштадт Кинули клич Что давайте Поможем Товарищам Прибыли В том числе С транспорта Океан И 1 декабря Прошла Вооруженная Демонстрация Ну просто Стоши В диораме Примерно Да Что вот Кировской диораме Хотелось бы Слушателей Пригласить В диораму Посмотреть На нее У нас Обновилась Экспозиция Специально Годовщине Да Конечно По отзывам Очень интересно Думаю Не пожалеют Наши слушатели Так вот 1 декабря Прошла Мирная Демонстрация 106 полка Ну постреляли Ну там постреляли Совсем немножечко Вот как раз На перекрестке Спасской И Николаевской Ленина Да Ленина Современную Как раз На полотне Диорамы И были заняты Ключевые Пункты Сколько человек Нашествия Примерно Чтобы понимать Сказать не могу Численность Сложно сейчас Выяснить Но Я Можно Чуть-чуть Вот Считается Да Официально Считается День Захвата Власти Большой 1 декабря Но это было Нет Вот это Демонстрация Ничему не привела Захватили Телефон Телеграф Бан И это Водоачку Ключевые Но После демонстрации Видимо Солдаты ударились Отмечать это дело Народ расслабился И тут же Забастовали Всеслужащие Занятых Большой Организацией Поэтому Тут же Большой И вынуждены Были Убрать Свои Рулы Из учреждений И повторно Заняли их Только 6 Декабря И ближе К тому Что 6 Они Утвердились Относительно Скорее 7 Декабря Когда Прибыл Летучий Отряд Матросов В составе Которого Кстати Был Знаменитый Нам По Недавной Топонимике Дрилевский Юрий Антонович И Они опять же Заняли Все Ключевые Пункты Интересно Верховный Совет Не перестал Существовать Земство Не перестало Существовать Здесь уже Много Власти Были созданы Комитеты Спасения Революции Против Большевиков Вятки И в Елабуге Заседалась 60-я сессия Губернского Земства В середине Декабря Представляете Где выступал Губернский Комиссар Тогда врач Трейтер Говоря о том Что надо С большевиками Бороться Середина Декабря Месяца Но уже После этого И трейтера И у нас Старого народника Чарушина Арестовали И Уже более-менее Власть Вятки Установилась Как раз Где-то во второй Половине Декабря И затем Стала распространяться По Губернии В губернии Советская власть Была установлена К весне 18-го года В феврале Марте Окончательно Если можно Там Так сказать Провозглашена Была 5-8 января Был первый Губернский Средсовет Уже 18-го года Да Уже 18-го года Насколько Насильственны Все эти вещи Или Ненасильственны Происходили Что Говорят Об этом В книге Лубян и Бастус Описан Один эпизод Дмитрия Панина Что Единственная Вооруженная Сила Которая Противостояла Большевикам Это был Северный Союз Охотник Вот этих Сведений Больше Нигде нет Союз Охотник Входил В число Вооруженные Дружины По охране Поряд Или Народной Милиции Когда Большевики Заняли Часть Заняла Одно из Управ Это площадь Нынче Училище Искусств Вот Это Изба Склады Вот Эта Территория Была И Видя Уже Беспредел Захват Устроили Захват Заложников На штурм Пошел Северный Союз Охотник Это еще Ветераны Болганских Воин С ремневыми Ружьями Вот И Видимо История Умалчивает Сколько Их Было Из Пулемета Там Положено И Все Нигде Больше В архивах Не попадалось Не знаю Автору Я Склонен Все это И доверять Вот Наверное Были И расстрелы Без суда И следствия Причем Чужих И своих В том числе Красноармейцев За мародерство То есть Совсем-то О бескровности Нельзя говорить А это потом С началом Красного террора Было Расстреляно Заложников Здесь Это уже Отдельная тема Конечно Безусловно Здесь Можно понимать Что у нас Не было Сопротивления В связи с тем Что Некому Было Сопротивляться Некому Войска 106-й пехотный полк Был на стороне Большевиков Их обещали Демобилизовать Но тянули 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 Демобилизовал Уже Верховный Совет Мы Да Вы упомянули О том Что приезжали Активно В эти дни Сто лет назад И летучие Эти отряды Большевики Все больше И больше Становилось Неизвестно ли Возник ли Отток Извятки Ну просто Люди боялись Происходящего Куда бежать Или невозможно было Просто сбежать Отсюда Это потом Уже Понимаете У нас Усточников Очень мало Мы можем Говорим Про верхушку Верхушка Например Верховный Совет После Вот мы говорили О 7 декабря Они Сбежали Сбежали О людях Каких-то Да Ну конечно Люди Которые могли Себе позволить И не бежали А вот позвольте я Последние минуты Вот уровень То дело Революцию Запис И мне очень интересно Я попал В свое время В архиве Если вы говорили Что вот Верховный Совет Люди образованы Средним Высшим образованием И пытались И не смогли То вот матросы Вот летучий отряд Матросов В частности Вот там же В этой земной управе Они жили На входе пулемет Матросы сидели Лежали Это запис И одной местной мещанки Которая ходила Подавать прошения Об освобождении Заложников В том числе Алая Чарушина Вот который упоминался Дальше значит Салат Винтова Матросы спят На полу Полный разгром На следах Обоев Потё и мочи И углем Отмечены рекорды И выше всех Там матрос Поливай Который Столь это Рашин Столь это Вершов Верх Проводили Второй этаж На втором этаже Посередине Дверь Где углем Написано Тов А Мандир Через А Это большой Абинет Видимо Чей-то был раньше Огромный Стол зелёного Суна Загаженный Объект Смахор Там Плывшие свечи Посередине Фарфоровый Ночной горшок С отбитой ручкой Застывший Гречневый кашей И вот Внутая в неё ложь Вот эти люди Приехали Делать революцию Ветку Ну мы говорим Про верхушку Если они были Таки образованы Но к сожалению Были очень Очень далеки От народа Вот так незаметно Заканчивается Время нашего разговора Хотя очень хочется Продолжить Безусловно Тут можно отступать Ответвляться Подискутировать А могло бы быть Иначе В том числе Ну вот такой экскурс На сто лет назад Мы сегодня совершили В честь Февральской революции Октябрьской революции 1917 года Мы подумаем Что мы ещё можем По этому поводу Интересному Преподнести нашим слушателям Благодарю наших гостей Евгений Питунин Историк Крывец Руководитель музея ВИАТГУ И Павел Шарабаров Кандидат исторических наук Доцент Зав научно-исследовательским сектором Кировского областного Кровического музея Всего доброго Спасибо Спасибо До свидания Сделано в ветке